За допуск несовершеннолетних на концерты 18 начнут штрафовать. Сегодня стало известно, что депутаты Анатолий Выборный и Молодежный парламент при Госдуме обнародовали предложение обязать организаторов концертов категории 18+, не пускать на них детей. В противном случае предложено штрафовать организаторов массового молодежного зрелища на солидную сумму до 100 тысяч рублей. За допуск детей на концерты категории 18+, могут ввести штраф до 100 тысяч рублей. Фото, Сергей Куксин. История этого предложения такова. В прошлом году в Думе прошел Круглый стол с участием всех заинтересованных лиц, в том числе и рэперов. По итогам Круглого стола Выборный попросил Генпрокуратуру проверить отмену нескольких концертов. Отмены сопровождались громкими заявлениями как самих исполнителей, так и чиновников от культуры. Есть опасения, что возрастные рамки для несовершеннолетних понизят из-за коммерческих интересов организаторов, продающих билеты школьникам. Оказалось, что в отдельных регионах концерты отменяли сами же устроители. Им так было проще отвечать правоохранительным органам, которые перед модными мероприятиями просили уточнить возрастную категорию зрителей. Делалось это для того, чтобы на концерты для взрослых не попали дети. Минус. Многодетные семьи получат новые налоговые льготы. Народный избранник уверен, что это говорит о наличии проблемы. Нет в законе прямого указания для организатора концерта не пускать на него детей, и нигде также не прописана его ответственность за то, что дети все же прошли и слушали то, что им не положено по возрасту. В этой связи депутат напомнил, что еще в 2016 году было распоряжение Кабинета министров страны разработать законопроект об ответственности театров и киноцентров за допуск несовершеннолетних на мероприятия категории 18+. По мнению законодателя, это трехлетней давности распоряжение надо бы усилить к кино и театральным постановкам добавить слово «концерты». Депутат еще сказал, что он намерен запросить у Министерства культуры РФ информацию о том, на какой стадии находится работа над этим документом. Минус. Кузнецова, детям нужны герои и образы, которые сделают их счастливыми. А пока подобного законопроекта нет, законодатель считает, что на первом этапе можно было бы ограничиться достаточно лояльными штрафами для того, чтобы заработал сам правовой механизм. Это от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц, говорит он. По заявлению молодого парламентария Марии Воропаевой, начатая молодежным парламентом работа показала, что рынок услуг, связанных со зрелищными мероприятиями, в части рэп-концертов носит стихийный и неурегулированный характер. С одной стороны, нельзя не учитывать мнение родителей, которые опасаются негативного влияния молодежных концертов на сегодняшних школьников. С другой стороны, есть опасения, что возрастные рамки для несовершеннолетних понизят из-за так называемых коммерческих интересов. Организаторы, понятно, заинтересованы в максимально полной продаже билетов и заполнении площадок, стадионов и залов. А уж кто купит на них билеты взрослые молодежи или школьники, им не важно. Минус. Юные музыканты из Петербурга забрали в Испании главные призы. На самом деле, оценки ситуации с детьми на концертах некоторых модных молодежных групп и отдельных певцов неоднозначные. Срывы отдельных концертов и скандалы вокруг этого, по словам самих исполнителей, вполне могли организовать сами устроители мероприятия. Например, у них мало купили билетов, и в такой ситуации проще всего свалить неудачу на полицию или чиновников от культуры, и рассказать, что именно они виноваты в том, что концерт не состоялся. Власть, работа, власть и внутренняя политика, законодательная власть, Госдума, законопроекты и комментарии.